МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект Питстоп. Вы заехали к нам сегодня в наш гараж. И мы представляем вам Наташу, Анжелу, Андрея и я, Сергей. Наша тема сегодня – кредиты и долги. Люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду. Зачем им покупать такую дорогую одежду? Да, реально существует. Рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит или выплатить этот долг. Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, чтобы с друзьями сходить в кино. Друзья, первый вопрос к вам. Вы когда-то занимали долги или брали кредиты у государства, у банков, у кого-либо? Лично я могу сказать, что брал в долг только у друзей, либо у знакомых моих друзей. И отдал долги? То есть ты сейчас кому ничего не должен? Да, ну, беспроцентные, можно так сказать, дружеские займы. Я тоже взяла вот рассрочку, беспроцентные дружеские. Ну, не дружеские. Не дружеские, беспроцентный займ? Да. Я буквально вот, может быть, две недели назад купила стиралку. Купила стиралку? Нет, но без... В кредит. А, в кредит. Да, оформила рассрочку. А, то есть это в рассрочку, без процентов? Там не бывают рассрочки беспроцентов. Ну, да, ты все равно платишь за прозвание карты, там, платишь, если ты задержался и так далее. А кто-то брал когда-то в своей жизни вот реально большой кредит, ну, в десятках тысяч рублей? Для чего? Для чего угодно, не знаю. Ну, у меня вот 20 было, если соединить 2, то 40. То есть брали, имели дело, в общем, с кредитом. И, ну, я уже не спрашиваю про ипотеку. Ипотеку, наверное, еще пока никто не брал. Да. Вот, ну, может быть, когда-то в жизни придется, да? В общем, у нас как раз сегодня задача выяснить. Надеюсь, что нет, да? Задача выяснить. Задача выяснить, хорошо это или плохо брать кредит. Хорошо это или плохо. Вот есть уже опыты у вас, кто не брал, Андрей, например, да, только долги у своих друзей. Кто брали кредит. И вот это мы должны сегодня выяснить. И, ну, скажем, дать такую оценку, добро это или зло? Это очень неоднозначно. Да. Есть и хорошие стороны. Где бы была моя стиралка? Да, как бы она стирала? Если бы она не была. В магазине ждала бы, пока ты не заработаешь, на нее нужны суммы. А если бы это была не стиралка, а что-то более важное? Вот действительно, как купить квартиру сейчас без ипотеки? Я вообще не представляю, как можно на это заработать. Да, я вообще думаю, что кредиты и вообще все расстрочки – это хороший шанс, если они, конечно, там с нормальным процентом, не слишком большими. Хороший шанс как-то реализовать себя, приобрести то, что необходимо именно. Главное тут подходить с умом к этому делу. Вот что самое главное. Ну, вопрос. Тогда получается, что человек может, имея этот инструмент – кредит, он может себе позволить взять все, что ему хочется, даже если это ему сейчас не особо надо. Что нужно, скорее. Ну, вопрос, что нужно и что хочется – это уже относительное. Я не думаю, что человек… Ты думаешь, что это тебе очень нужно. Вот прямо сейчас так тебе это нужно, а на самом деле ты бы без этого прожил, вот сколько времени, пока я мог заработать на это. Например, машина. Человек очень много сегодня, да, приобретает автомобили в кредит. И можно приобрести машину, конечно, и за 100 тысяч, а можно и за миллион. И вот тут, конечно, то есть вопрос человек, нужна ли ему эта машина за миллион, когда он может без кредита взять, например, за 100 тысяч, или немножко добавить и кредит взять один, а потом все-таки, ну, а почему бы не взять чуть побольше, а по нему еще чуть побольше. И так может дойти до такой суммы, что получается, он залезет в кредит на долгие годы. Нужно включить мозги. Согласна. Ну, серьезно. Потому что если ты берешь кредит только из-за того, что тебе прямо сейчас срочно что-то нужно, ты можешь проиграть в итоге. Ну, как бы ты отдаешь ту сумму, которую ты, ты же каждый месяц, получается, отдаешь какую-то определенную часть своих денег, да, своих там сбережений, зарплаты или что-то. И если бы ты, например, на протяжении какого-то времени откладывал бы эти денежки и просто бы хранил, то, возможно, ты бы купил что-то и сам, и лучше бы даже, ну, на тот момент. Или, например, ты бы накопил, и у тебя была бы возможность также взять кредит и приобрести более, например, привлекательный для тебя товар. Ну, а не то, что вот я сейчас возьму кредит, и ты там 10 лет платишь или там 5 лет платишь за этот. А этот товар уже, ну, у меня был случай, да, то есть я взяла кредит на фотоаппарат, а фотоаппарат, как мы знаем, что он быстро очень становится очень старым. И ты понимаешь, что ты хочешь уже новый. А только расплатился, и уже надо другой. Да, и я только расплатилась, и буквально, может быть, еще полтора года, и все, я поняла, что мне нужен другой. А бывают моменты, например, как с телефонами, как телефоны сегодня, ну, меняются. Ты взял на телефон в кредит, и тебе еще 3 года или 4 отдавать, а он уже старый, что он не стоит давно таких денег уже, да, то есть такие ситуации. Хорошо, мы сейчас немножко мнениями так вот обменялись. Сейчас хочу, чтобы мы почитали статистику небольшую, и почитали библейский текст, и уже на фоне этого обсудили предмет на этот вопрос. В 2019 году, вот есть такая статистика, сколько задолжали россияне. Были изучены данные более 80 миллионов граждан Российской Федерации. Активный рост начался в 2017 году, когда банки недосчитались 11 триллионов. Однако в прошлом году в общей сложности жители нашей страны, то есть в 2018 году, задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Вы представляете, сколько? Нет? Очень это много. Это не миллионы, не миллиарды, а триллион. Это означало, что в сравнении с 2017 долги россиян возросли почти на 12%. Общая сумма задолженности, теперь, внимание, россиян достигает отметки в 55 триллионов рублей. 55. Ну, я не знаю, для такой большой страны, конечно, может быть, это не так много, но сумма звучит очень внушительно. И это за последние два года действительно очень возрос процент. О чем это говорит, как вы думаете? Что люди не могут себе купить обувь. Шубу. Вообще ничего. Тут именно такие вот предметы, которые нам навязывает реклама, то, что нам не так и нужно, но мы хотим это. Да ладно, нет, люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду. Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду? Да, реально существуют. Ну, дают какие-то деньги, я не знаю, банки это оформляют или там магазины как-то помогают оформлять. Реально ты можешь купить еду в кредит. Представляете, ну, как бы, к чему мы идем? Мне кажется, есть определенные проблемы, ну, понимание у людей, зачем они берут кредит. Вот ты берешь кредит, по сути, и ты его тратишь, вот эти средства на то, чтобы, возможно, прожить или купить себе что-то новое. Но дело в том, что в кредите, ну, в кредитах, наверное, есть один плюс. Это очень хороший, очень хороший старт для тебя, если ты, ну, или, может быть, продолжение, если ты занимаешься каким-то делом или бизнесом. Да, да, я согласна, потому что по-другому ты никак не начнешь, если у тебя нет денег. К примеру, не только, это даже если ты, ну, просто, допустим, владеешь недвижимостью, ты можешь приобретать с помощью ипотеки одну недвижимость, и за счет другой недвижимости, за счет того, что ты ее сдаешь, ты уравниваешь, как бы, дебет с кредитом, и выходит так, что ты взял ипотеку, может быть, кредит, но выходит так, что ты выходишь в плюс с этим всем. Вот, и ты, по сути, за счет кредита, ты расширяешь свой бизнес. То есть в каком-то смысле у некоторых людей это является неотъемлемой частью их бизнеса. Но ты должен понимать, что твой бизнес точно заработает, потому что иначе ты пролитешь. И вот здесь, вот здесь тоже такая неопределенность. Конечно, это риск. В любом случае определенный риск, потому что ты не знаешь, что будет завтра с твоим бизнесом, что будет завтра с тобой, кредит у тебя висит, и точно тебе надо платить. Но мы, как раз, об этом немножко дальше поговорим. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали один текст, второзаконие, 15 глава, 6 текст. Анжел, прочитай, пожалуйста. Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Это обещал Бог народу своему, народу израильскому, когда просил их в том, чтобы они жили по его заповедям, соблюдали его заповеди, слушались его, Бога. И говорил, что если вы меня будете слушаться, я вас благословлю. И что это означало благословение? Вы не будете брать взаймы. Вы, наоборот, будете давать другим народам, которые не будут жить по моей заповеди. Да, если есть достаток. Вот. И потом он сравнивает, и не вы будете господствовать, а не они будут господствовать над вами, а вы будете господствовать над ними. То есть есть определенное сравнение о том, что жить в достатке, но не брать долг, это значит жить и господствовать над кем-то, а не кто-то над тобой господствует. Конечно, так. Потому что это действительно бремя. Это бремя, это своего рода рабство. Есть в Библии стих также. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавцем». Это Соломон писал. Вот он не зря был мудрый человек, что должник, он делается рабом-заимодавцем. Вы согласны? Да. Вот те, кто брали кредиты и долги, чувствуются своего рода такое, вот ты сейчас перед этим человеком имеешь какое-то обязательство. Вначале такое ощущение, что «го-го, круто, новая вещь», там еще что-то. Ну, ты приобрел, ты купил, и у тебя, наоборот, такой прилив. А потом ты, ну, когда вот это вот утихает уже, эти эмоции, чувства, да, ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно будет все. Ну, там где-то чего-то подвязаться или еще что-то. Ты не можешь на выехать куда-то с большими кредитами. Ну, да, а кто берет большие кредиты, там что-то у них все сложно, так, с поездками или еще что-то. Ну, я не думаю, что там ты привязываешься. Мне кажется, вот именно, как там говорится рабом, ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, ну, или выплатить этот долг. Да, понятно, ты взял долг, и ты должен его вернуть, и ты возвращаешь. По сути, это нормально. Как ты планировал. Это нормально, это твой план. Но именно вот... Но все равно каждый месяц ты вот это вот вычеркиваешь. Ну, ты же знал это, когда брал. Нет, ну, понятно, но я имею в виду, все равно ты не свободен в этом плане. В этом да. Ну, еще я хочу добавить небольшую статистику, которая, так скажем, мне кажется, дает кредиту знак плюс, то есть, что это нормально. В основном кредит в России берут больше. 31% из всех, кто берет кредиты, это люди в возрасте от 30 до 40 лет. То есть, это люди, которые, вот, молодые семьи, которые начинают жить, кредит или ипотека, то есть, они должны развиваться. И, соответственно, без... у них нет пока такого-то заработка, или, может, бизнес еще не развился, не развит, да, и им приходится брать кредит, и это им... государство в этом помогает. Кредит в этом в помощь, так скажем, да, поэтому в этом возрасте больше всего процента, когда люди берут кредит. Ну, и следующий по размеру, это от 40 до 40 до 50. То есть, вот этот возраст... Ну, работающий. От 30 до 50 люди больше всего берут кредит. И это, получается, ну, действительно, помощь для людей, которые вот сейчас вот нуждаются в этом возрасте. Может, дети, то есть, жилищные условия улучшить, автомобиль купить для семьи. Значит, это все-таки нормально. Это все-таки хорошо. Да, но я читала, что такие семьи, вот, которые, ну, вязанно-то называть их кредиток больших, а, как правило, семейные люди, они не берут там на 30 даже тысяч, они берут больше даже от ста и так далее. И у них в семье, ну, вот такой интересный момент, у них могут портиться отношения из-за этого кредита, потому что дети хотят на чай, ну, не то, что... на чай. На чай. Это мягко сказано. Дети хотят карманных денег. Да, карманных денег. Чай, посмейся, Наташа, все нормально. У родителей. Мы работали, мы приносили еду на стол, мы мыли посуду, дайте на чай. Да, и дети хотят очень большего, а родители не могут и позволить. Да, у меня было такое-то, что... Даже какую-то мелочь. И родители это аргументируют тем, что, извини, у нас кредиток. И я понимала... Зато у нас есть квартира. Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, там, чтобы с друзьями сходить в кино. Ну, вот это же, как бы, тоже нужно учитывать. Ты должен понимать, чтобы твой ребенок не чувствовал какую-то вот такую вот... Потому что ребенок чувствует, что его не любят. Ну, в эти моменты, да. Ну, смотри, есть плюсы, ты выросла более ответственной в этом плане. Ну, ее заставили. Мне пришлось. Есть плюсы ведь, ну, как бы, сейчас ты можешь работать, и ты уже к этому... И сама брать кредиты, да. Ну, есть и минусы. Не исключено, что от своих детей будут дождать того же, что делала я. Но это же неправильно, потому что все люди, они разные. Вот, и, как бы, кому-то тяжело работать сразу начинать. Это ясно, что, как бы, каждый родитель, ну, желает ребенку только самого лучшего. Ну, понятно. Ну, иногда возможности нет. Хочу, ребят, чтобы мы еще один стих прочитали с Библией, который нам поможет. Книга Левит, 25 глава. Наташа, у тебя можно попросить? Андрей, можно тебя попросить? Левит, 25 глава, 35-36. Это уже объясняет позицию Бога относительно того, стоит, можно ли и нужно ли тебе давать долг людям, если у тебя есть возможность. И, как видим, Бог говорит, если рядом с тобой нуждается человек, то ты дай ему, сколько нужно, и не бери в рост, то есть процентное. По сути, кредит. Не давай в кредит, ты просто давай человеку в рост, то есть рассрочку беспроцентную. Не надо там на ком-то наживаться, не надо на братья твоем, на друге, там, на том, кто нуждается наживаться. Вот. И я отсюда делаю вывод, что лучше всего, если вы нуждаетесь в деньгах, попросить это у близких людей, которые бы могли вам дать это без рассрочки. Ну, если есть возможность, конечно, это самый лучший вариант, потому что у них тоже же иногда нет возможности тебе дать. То есть, если такой возможности нету, может быть, тогда стоит подождать, может, стоит это повременить и не смотреть на этот дорогой айфон или новый автомобиль. Разные же ситуации бывают. Айфон, автомобиль одно, а вот, допустим, ты заболел или кто-то там из твоих друзей заболел, и операция, она стоит больших денег. Тоже безвыходная ситуация, тебе срочно нужны деньги и кредиты. Потому что бывают деньги, и эти операции стоят просто заобучить. Ну, мы сегодня очень много говорили, знаете, о таких вещах, о необходимости такой, вот, когда вот действительно болезнь, когда нужно что-то купить вот именно сейчас. Бизнес, например, движется, и нужно там сейчас вот сложиться, потому что по-другому не развивается бизнес, да. Но мы читали сегодня статистику, что Россия, у нас граждане, с каждым годом все больше и больше берут кредиты. И, как по мне, это похоже на такую иглу, на которую подсели люди. Мне кажется, эта статистика в основном ипотечная. Ипотечная. Ты, ну, не кредитную сказал, а именно долговую. Когда надо уже в семье снижать. Ну да, именно она так быстро растет и увеличивается за счет того, что она ипотечная, потому что квартира это, ну, 2-3, и иногда, ну, если центр, то больше. Повезет, если 2. И это от одного человека. Да, но я действительно знаю людей, которых вот просто садятся на тему кредита не потому, что им что-то уже надо, да, это вопрос, но потому что они привыкают к этому. Они привыкают к тому, что можно иметь больше, чем вот тысяч может себе позволить. И это им нравится. И просто кредит, это становится образом жизни. А я же заплачу, а дам сейчас просто, я хочу именно съесть. Да, кстати, начинают они с малого. Вот пойду там и расплачусь в Макдональдсе. Да, с малого и доходит до того, что ты берешь такие кредиты, которые тебе не позволяют в будущем, это большой риск. Последний стих я хочу попросить, чтобы мы прочитали притчи 27.1, пожалуйста. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Бог советует. Вернее, Бог через Соломона, да, опять же. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что этот день принесет. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы принимаем какие-то решения, берем какие-то деньги. Мы не знаем, что с нами будет, что с нами случится завтра, сможем ли мы отдать этот долг. И это может повлиять не только на нас, а на нашу семью, на наших родных. Если ты не можешь отдать, они, на них это все переходит. Спасибо вам за то, что вы делились своими мнениями, за то, что вы нам рассказывали о своих случаях в жизни. Надеюсь, Бог нам поможет принимать правильные решения. Друзья, это была программа «Педстопы». Мы сегодня говорили о кредитах и долгах. Дай вам Бог мудрости принимать правильные решения в этом вопросе. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...